Добрый вечер, программа «Дилетант» и я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы продолжаем обозревать октябрьский номер журнала «Дилетант». Ну, вы скоро поймете, почему и каким образом мы сегодня зайдем и в ноябрьский номер. Сегодня моя гостья, я с удовольствием вам ее представляю, хорошо вам известная, собственно говоря, по другим программам «Эхо», но сегодня немножко в другой роли, Нина Хрущева. Нина, здравствуйте. Нина у нас обычно выступает как политолог, она и является политологом, политологом и профессором Нью-Йоркского университета или университета новой школы Нью-Йорка. А сегодня, помимо этой своей такой ипостаси политологической, Нина сегодня у нас выступает и как член семьи Хрущева. В общем, короче говоря, в октябрьском номере только лишь начало, теперь я вам объясняю, почему мы еще и в ноябрь заглянем, а в ноябрьском номере продолжение очень большого материала под рубрикой «Личный архив» или «Семейный архив», посвященный архиву семьи Хрущева. Более конкретно у нас там главная героиня этой публикации Юлия Хрущева, Юлия Леонидовна Хрущева, мама нашей сегодняшней гости Нины. Дальше, конечно, следует такая должна быть достаточно запутанная история, почему Нина и внучка, и правнучка Никита Сергеевич, а Юля и дочка, и внучка одновременно. Ну, с одной стороны, я вас могу отослать к публикации, там все это объяснено, но все-таки для того, чтобы совсем уж вы не запутались, я все-таки объясню, что Юлия Хрущева, Юлия Леонидовна, ушедшая из жизни совсем недавно, в 1917 году, Юлия Леонидовна, дочь Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича, летчика, погибшего в годы войны. И Юлия Леонидовна Хрущева, фактически оставшаяся сиротой, поскольку ее мама оказалась в ГУЛАГе, была удочерена Никитой Сергеевичем и Ниной Петровной, так сказать, главным стволом этого семейства, если мы говорим о ветвистости, так сказать, генеалогического древа. Ну вот извините за такое долгое и длинное вступление, тем не менее, значит, это надо было объяснить, и у нас сегодня несколько тем. Вы знаете, я хотел с чего начать, чтобы не повторять то, что в журнале, потому что люди, я надеюсь, прочтут. Знаете, какой я хотел вам первый вопрос задать, поскольку у нас зашла речь о семье. Насколько Хрущев, Никита Сергеевич, как вы его помните, я понимаю, что вы его помните уже в отставке, да? Да, в отставке. Да, а насколько он вообще был такой семейный человек? Ну, в отставке он был очень семейный человек, хотя, конечно, когда он был Хрущевым, как я его называю, Большим Хрущевым, он семейным человеком был, но часто достаточно опосредственно, потому что все-таки он был занят делами государства, а потом он был человеком очень активным и очень подвижным, и даже когда, задолго до того, как он стал первым секретарем, это в 1953 году после смерти Сталина, а потом еще и председателем Совета Министров, он очень много разъезжал, когда он занимал свои разные партийные посты и на Украине, и в Украине, и в Москве, когда он был председателем горкома и председателем обкома коммунистического Москвы. Так что дома он бывал довольно редко, но когда бывал, он, в общем, был очень-очень семейным человеком, и когда, кстати, уже он стал председателем Совета Министров и первым секретарем как бы во главе Советского Союза, он стоял, ведь известно, что даже в поездке часто он брал своих детей, там не только в Америку, когда почти вся семья с ним поехала, но и в другие страны, и, например, после войны, когда он, не после войны еще, когда уже освободили Украину, и он вернулся на Украину начальником партии, он, когда объезжал республику, он взял с собой Раду, свою старшую дочь. То есть дети и семья присутствовали в его жизни постоянно. Но, конечно, так сказать, какие у тебя сегодня отметки, и давай позанимаемся математикой. Хотя мама рассказывала, что и математикой он с ней занимался, и в шахматы он их всех научил играть. Так что, в общем, он был хорошим семьянином, когда у него было время. А вот еще такой вопрос, связанный с семьей. А Никита Сергеевич, насколько вы знаете, он вот на пороге дома как бы оставлял всю политику там, или он приносил все эти вопросы домой и обсуждалось то, что обсуждается там в верхах, обсуждалось и в семье? Ну, конечно, все, что обсуждалось в верхах, не обсуждалось, безусловно. Но очень много обсуждалось. Я знаю, что, например, когда в 1953 году уже начали охотиться за Лаврентий Берия, то есть стали его снимать и снимали, и всякие документы тогда собирал и Хрущев, и Маленков, и все остальные, то есть те, кто были в правительстве. И Хрущев принес с собой, Никита Сергеевич принес с собой домой огромную папку. Она была больше раздута, чем она обычно, а необычно раздута. И дал ее бабушке Нине Петровне почитать. Она читать не стала, сказала, что это все ужасно, этого быть не может. И она вообще все время как-то, каждый раз, когда он ей говорил, что вот какие страшные вещи происходили во время Сталина, она все время говорила, ну не все время, я не смеюсь, она просто говорила, что если это так, то как мы до сих пор выжили? Что, в общем, конечно, вполне правомерный вопрос. Я знаю, что Сергей Никитич, сын его, второй сын, Нине Петровне, сын, читал «Дело Берии» тоже. То есть он приносил. И уже после того, как Хрущев стал большим Хрущевым, они очень много, например, спорили о кибернетике. Она же была сначала запрещена, потом ее разрешили как науку. Они спорили дома о кибернетике. С Сергеем. С Сергеем и с Радой. И Рада была, она была журналистом, но она одновременно занималась наукой. То есть они просто до хрипа, она сама рассказывала, до хрипа они спорили о генетике и спорили о том, о Лысенко, и о том, что Лысенко – это просто абсолютный шарлатан. Я думаю, что вряд ли, ну не знаю, но вряд ли тогда в Советском Союзе были громкие споры и гневные споры за обеденным столом по поводу вот таких очень важных научных свершений, очень важных политических решений. Но по поводу Лысенко Хрущев же поддерживал его, да? Поддерживал и дети, Сергея и Рада. Мама в этом мало понимала, поэтому ей было все скучно, она уходила. Она самая младшая была. Она была самая младшая, и ее интересовала интеллигенцией. То есть, например, когда она спорила по поводу Пастернака, когда с Пастернаком, когда в 58-м году, как известно, Пастернак получил Нобелевскую премию, его запретили и гоняли, и Хрущев в этом принимал участие, она даже заболела, потому что она сказала, что я не могла появиться в Московском университете. Она училась на факультете журналистики, и было так стыдно, что она несколько недель не появлялась, чтобы ей не задавали вопросы. И она спорила по этому поводу. И вы самостоятельная девушка. Ну, они все, в общем, были самостоятельные. А вот по поводу органистов-менделистов... Весьманистов. Весьманистов, да. И Лысенко спорили старшие дети, поскольку они этим занимались. То есть там, в общем, так сказать, Хрущев не говорил, так это так, и все строились в колонну. Они спорили с ним. Он говорил, вы ничего не понимаете. Иногда уходил разговор, но, в общем, они ему спуску не давали. Но он обижался? Она не говорил. Он не соглашался. Он мог возмущаться. Он мог говорить, вы ничего не понимаете. Но как бы дебаты он не прекращал. Хотя он, как я уже сейчас много про него прочитав, знаю, я этого не знала из семьи, но я знаю, что он мог быть обидчивым, он мог быть даже завистливым. То есть, если, например, чье-то мнение было более важное, чем он, ему это не нравилось. А поскольку он был такой, я не знаю, эмирит, то есть вот у него сразу его эмоции, они никакого фильтра практически не имели часто. Иногда он играл. Вспыльчивый это называется. Да, иногда он, как называется? Вспыльчивый, нет? Вспыльчивый. Иногда он это играл, но часто он действительно вот поворачивался на каблуках. Мама говорит, что у него такой был особенный поворот. Он резко поворачивался на каблуках и выходил. И он так делал. Но это совершенно, то есть никакой ни злобы, ни страха выражать свою точку зрения у них никогда не было. Я, во всяком случае, об этом не знаю. Хрущев в отставке и мама, я имею в виду Юлию, да, Юлию Леонидовну, и мама, получается, как такое связующее звено между ним и интеллигенцией. Это, собственно говоря, описано в журнале. Может быть, что-нибудь добавить к тому, что мама как бы водила, возила, да, поскольку эта дача все-таки не Москва, к Никите Сергеевичу очень многих тех людей, которых он, в общем-то, ну, обидел, давайте так скажем, да. А он понимал, что он их обидел? Понимал. И он потом извинялся. И он из-за Пастернака он извинялся. Он же в мемуарах и написал, что, в общем, нечего диктовать писателям то, что как и так трудно писать и нам вообще говорить. И, кстати, когда он прочел уже потом на пенсии, наконец, доктора Живага, он, в общем-то, скучный роман, нечего было запрещать. И даже потом он был уверен, что и Суслов его не читал, главный идеолог тогда партийный, который его как бы толкнул. Подзуживал, да. Подзуживал, да. Поскольку он был вспыльчивый, в общем, его этот характер часто использовали. То есть его такой использовали на разнос. Там они хотят что-то сделать. Они знают, что если Хрущеву рассказать, что это против партии, он сразу пойдет в штыки. И это часто использовалось. И когда вот он прочитал доктора Живага, он извинялся. Ему было стыдно, потому что нечего было так как бы злиться. Да, и она, в общем, это очень интересно, потому что мама в конце 60-х годов, она работала в ОПН, но, в общем, становилось все труднее и труднее, как бы гайки закручивались уже все больше и больше. И она ушла, ее пригласил Рубен Николаевич, а потом Евгений Рубенович Симонов работать в театре Вахтангова за Влитом. И она рассказывала, что когда документы, естественно, лежали в отделе кадров, это иногда бывает долго, но вот как только Хрущев умер в 71-м году, ее моментально взяли, то есть просто за две недели они решили, что вот это будет их способ показать, что они такой, как вы назвали, как этот материал называется, способ неопасного диссидентства. И это для многих ее друзей с прошлого, одновременно, в общем, она говорила, что никто не бросил, потому что сначала дружили, до 64-го года дружили с дочкой Хрущева, она больше считалась тогда дочкой. А после 64-го года, когда, хотя он на них, это Эрнест Неизвестный говорил, что вообще власть, со мной власть разговаривала, вот когда 62-й год был в Манеже, когда он их разносил, и Неизвестный с ней... Ну, хотя бы хоть какой-то разговор, да? Какой-то, нет, он наоборот говорил, мы стояли живот к животу, и мы спорили об искусстве. Я ему доказывал, какая власть вообще будет тебя, будет еще обращать внимание на то, что ты там делаешь. Потому что, например, в 74-м году уже когда была бульдозерная выставка, как вы помните... Никто ни с кем не разговаривал. Мы просто снесли бульдозерами. И вот в этом разница, я это, кстати, Неизвестный говорил, в этом разница между Хрущевым и Брежневым. Хрущев тебе будет, он пойдет потрогает, ему не понравится, он тебе потом скажет, как партия это хочет, а ты с ним будешь спорить, а он тебя будет слушать, а потом тебе говорить там что-то другое. И это, в общем, они все, все интеллигенцы, друзья мамы, они это ценили, и она действительно, она привозила Романа Лазаревича к Армену. Сейчас его уже никто не помнит, он был очень важный документалист. Да, знаменитый, да. Знаменитый, невероятный документалист. То есть тогда он был леуреатом и сталинских премий, и милинских премий. И всех премий, да. У него знаменитый, я помню, был фильм документальный о Кубе. Да, да. О Фиделе Кастро, когда только Куба появилась. Пылающий континент у него. Нет, Остров Свободы или Пылающий остров, что-то такое, ну, не важно, в общем, что-то с островом. Он был очень важный, да, и о войне в Испании гражданской он делал фильм. Да, да, да. Он приезжал, он приезжал, у меня фотографии есть, они там все сидят. Его жена Майя Кармен, которая потом стала женой Аксенова. То есть они все, в общем, дружили и общались. Мама привозила у вас, это есть фотографии. Она даже, даже Виктор Суходрев, переводчик Хрущева, который был такой хороший переводчик, стал потом переводчиком Брежнева. И он приехал. Ему потом сказали, что ему нельзя, поскольку это могут быть государственные тайны. Он там разгласил. То есть все, они действительно все к Хрущеву относились очень хорошо и по-человечески. В его день рождения звонили, у мамы брали телефон, и она приносила, она дружила с Евгением Семеновым Гинсбург, который написал «Крутой маршрут» мамой Василия Аксенова. Мамой Аксенова, да. Она привозила крутой маршрут, привезла ему, и он читал, и он просто все время говорил, я был прав, я был прав. А бабушка Нина, кстати, эти книги читать не хотела, она их никогда не дочитывала. Так, один раз, я помню, она вынесла Солженицын вот так вот, как будто она несет дохлую крысу, по-моему, это был «Раковый корс» или «В круге первом», не помню. Она так вынесла и сказала, я не дочитала, не буду читать. И мама говорит, а почему? Она была такая праведная. Она была абсолютно ортодоксальная, коммунистическая. И опять она сказала, что если это все правда, то как же мы остались живы. То есть она про 20-й съезд узнала, потому что 20-й съезд Ручев точно не обсуждал. Он думал, что вообще его арестуют. Он действительно очень боялся, что это все кончится плохо. И как раз вот там они читали дело Берии, потом обсуждали там Марганистов и Лысенко, а вот 20-й съезд, о нем совершенно ничего не было. И она знала, что будет, что что-то большое готовится, что разоблачение Сталина готовится. И когда он уходил, он не был уверен, что он оттуда вернется живым человеком. Даже так, да? Даже так. То есть вот они не обсуждали. И потом, когда как раз вот обсуждали, когда уже 20-й съезд, когда секретный доклад стали распространять. Кстати, очень важно знать, что он был секретный, только под грифом секретный. А так он был известен, его все читали и никакого, и никакого. И обсуждали не только в партийных организациях, не только партийными людьми. То есть он был, в общем, широко распространен. И когда у бабушки в Красном уголке, или как эти назывались места, где у них были комсомольские собрания районные, районная ячейка, в районной ячейке обсуждали, прочитали доклад и не обсуждали его, читали его, не обсуждали в основном. И у нее партийная начальница, ее ячейки, сказала, как нам к этому относиться, Нина Петровна. Передайте, пожалуйста, Никита Сергеевича, нам нужно больше информации о том, как это воспринимать. И Нина Петровна ничего не могла сказать, поскольку она не знала, как это воспринимать. Они это не обсуждали. Так что это был такой момент молчания для нее. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталия Демарский. И напоминаю, что сегодняшним моим гостем и собеседницей является Нина Хрущева, политолог, преподающий, профессорствующий в Нью-Йоркской Нью-Скул, новой школе университета Нью-Йорка, и по совместительству родственница Никита Сергеевича. Внучка и правнучка одновременно. Второй раз объяснять не буду. Кто не слышал, первый раз отсылаю к журналу. Кстати говоря, еще раз напоминаю, что октябрьский, что в ноябрьском продолжении. Это впервые на моей памяти в журнале вся редакция сказала, что это настолько интересно, что давайте не сокращать, а дадим в двух номерах. Я очень для этого благодарна. Спасибо. Еще одна вещь, которую я хотел сказать и забыл в первой части. Нина напомнила, что в 1971 году умер Никита Сергеевич в сентябре 1971 года. Так что можно считать, что эта публикация такая к 50-летию его смерти. Нина, такой еще вопрос. Давайте продолжим вот это. Вот Хрущев в отставке. А что вот за история семья знала о том, что он где-то там, как нам рассказывали, где-то тайно, чуть ли не под скамейкой, диктует свои мемуары? Нет, конечно, ни под какой скамейкой он не диктовал. Ну, я понимаю. Да, нет, он диктовал. Вообще он тайно не диктовал. Это, кстати, была идея моего папы, Льва Петрова. Он был журналистом АПН. Мы обсуждаем в материале, что это были рассадники шпионов. Ну, конечно, но при этом, в общем, он был вполне... Шпионы, не шпионы, но вполне... Шпионы тоже могут быть разных. Это тоже могут быть разных мне, разных, так сказать, ум и настроений. Они сейчас стали, как бы это Russia Today, это наследник АПН, но это, конечно, не было Russia Today совсем, поскольку там все-таки были люди с разными точками зрения и даже, в общем, как бы говорили и писали вещи не такие уж, не всегда такие уж абсолютно пропагандистические. Извините, извините, что о себе два слова. Но я там работал в АПН. Правда, я работал уже в годы перестройки, поэтому там совсем была другая обстановка. Ну да, нет, конечно. Так что, в общем, как обычно говорится, да, это было ужасное время, но тогда тоже были люди и жили люди. И папа, это как бы была папина идея, он принес магнитофон, он сказал, что да, вот все мировые лидеры оставляют мемуары, и вот как бы хорошо иметь это для истории. Так что никакого секрета не было, причем Никита Сергеевич попросил стенографистку у партии правительства. Партии правительства сказал, писать нечего, то есть диктовать нечего, стенографистку не дадим. И он продолжал. То есть он не скрывал, что он это делает. Он действительно, ему скажут... А ему не мешали. Нет, ему не мешали, потому что они думали, ну что, он вообще, они же знали, он кейк увлекающийся. Мы же знаем, что он увлекающийся. Он сначала хотел одно, сначала хотел сабнаркозы, потом он хотел агрогородки, потом он хотел там, я не знаю, догнать, догнать. Он много чего хотел. Он очень много хотел. Он, кстати, очень много всего сделал, о чем, к сожалению, сейчас мы забываем или не хотим признавать, например, как хрущевки эти замечательные дома, как бы они страшные не были, или они все-таки действительно решили в определенной степени жилищную проблему СССР тогда. Но неважно. Открыл страну, между прочим. Открыл страну, сделал у вас в одном из журналов была гениальная фотография, когда во время... Фестиваля. Фестиваля молодежи и студентов в 1957 году напротив КГБ, здания на Лубянке, висит ковер самолета. То есть это совершенно гениально, абсолютно. Это такое и легкие, и свободные. Да, там Дзержинский не всегда был. Клумба была. Поставили, кстати, в 1958 году потом. И так что Никита Сергеевич вполне был открыт с этим. А потом, ну это как часто бывает, как бы партия сказала нет, а он сказал, я буду продолжать. И сначала этим доносил мой папа, журналист. Но потом, когда он сделал первые транскрипции этого, уже Сергея Никитича, сына Никиты Сергеевича, сказал, что это Хрущев по версии Петрова. Тебе нужен Хрущев по версии Хрущева. Потому что все-таки Никита Сергеевич говорил образно и колоритно. И Сергей это уже дальше на себя взял. И дальше, в общем, папа мой заболел. И потом он умер. И поэтому это все... Как бы он от этого отошел. И сам отошел. Сергея пододвинул. Но секрета абсолютно никакого не было. А потом просто, когда оказалось, что это действительно... Он действительно диктует мемуары. КГБ, конечно, должно было узнать, что это он там такого наговорит про прошлое. Наговорил. И про Сталина, и про Жукова, и про всех остальных. Так что... Так же, как секретный доклад, в общем, это больше миф о секретности, чем его реальность. Ну, а издание мемуаров? Издание вот как раз тогда, когда... Ну, это огромная история. Издание мемуаров Сергея ее описывает. Бабушка Нина ее рассказывала совершенно по-другому. Потому что по версии Сергея... Никита Сергеевич сам отдал ее на Запад. Ни мама, ни Рада, особенно Нина Петровна, считают, что это абсолютно никогда не могло быть. Он никогда бы не отдал на Запад, потому что для него это было бы равносильно предательству. Он только что за это гноил Пастернака. Так что это просто быть... Они считают, что этого быть абсолютно не могло, и они считают, что... Бабушка Нина умерла, думая, что мой папа отдал на Запад. А Рада и мама считали, что Сергей отдал на Запад и не сказал Никиту Сергеевичу, там создал какую-то историю с шляпами и так далее, и так далее. Уже был такой еще один шпион Виктор Луис, которым они это все обработали. А бабушка думала, что это папа, поскольку он общался с Луи, и мой папа. И умерла, виня моего отца в том, что Никита Сергеевич, потому что как только вышли мемуары на Западе, как вы помните, у него сразу был инфаркт. То есть человек, который готов к тому, что выйдут твои мемуары, инфаркта не получает. Для него это был точно такой же шок. И они, в общем, действительно были уверены, что это Лев Петров, который их так подставил. А когда мама сказала Сергею, как так вообще может быть, потому что Лев уже болел, и он вообще никакого отношения к мемуарам не имел. А мой папа уже умер. Он умер в 70-м году. И Сергей тогда, она мне рассказывала, он приехал ночью и сказал, слушай, давай больше, чтобы больше не было скандалов. Лев уже умер, тебе уже все равно. То есть ему уже все равно, и поэтому давай оставим так. То есть, в общем, всю жизнь она считает, хотя они у них потом были с Сергеем хорошие отношения, они перешли уже, что делать, но она считает, что Сергей подставил моего отца, а сам отдал мемуары на Запад, и таким образом очень укоротил жизнь Никиту Сергеевичу Хрущеву. Сколько ему было лет, когда он умер? Никита Сергеевича, я имею в виду. Он какого года? В 71-м, по-моему, было 74 или 75. Он родился в 94-м году, в 894-м году. А, ну, вы здесь 6 и 71, 7 и 7. А, ну, все-таки прилично, да. Но у него здоровье-то было, в общем-то, он такого крепкого был здоровья. Он был очень крепкий, вот как раз после мемуаров, в 70-м году они вышли на Западе и в Америке, и у него был первый инфаркт. И дальше уже, как в 71-м году, у него был уже второй инфаркт, и после этого он умер. И мама рассказывала, что вот когда его увезли в больницу, и она утром на следующий день она приехала, и бабушка Нина там была в этой комнате, в палате, и она сказала, мама вошла, так бабушка Нина стояла, держала его за руку и сказала, Юлочка, подойди, он еще теплый. Да. Нина, скажите, пожалуйста, все-таки семья Хрущева, ну, понятное дело, что когда он был, как у нас говорят, при делах, когда он был при должности, то это одно состояние, когда его отставили, это другое. Я имею в виду, собственно говоря, советские руководители, партийные руководители, они же, так сказать, их основной заработок, да, не то, что там сегодня, это были вот эти льготы знаменитые, да, там всякие лечения, заказы и так далее, и так далее. Хрущев, когда, когда уже, хотел сказать, ушел в отставку, когда его ушли в отставку, семья продолжала пользоваться какими-то вот этими вот льготами? Да, да, и это, кстати, было совершенно, то есть, в общем, вполне уже цивилизованно, и жаловаться абсолютно невозможно, потому что ему дали пенсию, кажется, она была 400 рублей, что было очень много, для того времени ему дали вот дачу в Петрово Дальнем, которую, конечно, после его смерти моментально снесли, сделали из нее партийный санаторий, ему дали квартиру в Москве на Старконюшеном переулке, он, правда, эту квартиру терпеть не мог, один раз там, по-моему, ночевал за вот все эти годы, и все вот эти, как они назывались раньше, кормушка, заказ и так далее, и так далее. Нет, это все было, и, в общем, конечно, за 10 лет после смерти Сталина, в 1953 году Сталин умер, в 1964 году Хрущева ушли, то есть была абсолютно, абсолютно другая, формула расправления со своими, как бы, с партийными оппонентами. А он был таким, не просто персоной Нонграда, а он был таким, как сейчас говорят, такой появился, токсичным, в том смысле, там, каким-нибудь там руководителем, который еще, там, я тоже, Брежнев, мог ему позвонить, или это считалось, что это невозможно? Брежнев, конечно, позвонить не мог, и это даже он бы и не думал, потому что Брежнев очень сильно работал над тем, чтобы его убрать, унести, это сейчас в разных вариантах, что Брежнев там согласился, а он вообще к этому не имел отношения, в общем, Брежнев был одним из главных конспираторов, инспираторов этого заговора против Хрущева, у меня, я нашла фотографии как раз того времени, когда он объезжал Украину, и хотел быть уверен, что за Хрущева не пойдут толпы, если его снять, нет, позвонить не мог, когда Хрущев умер в 71-м году, Анастас Иванович Микоян прислал венок, прислал венок Яныш Кадр, и Яныш Кадр каждый год бабушке посылал яблоки, помните, такие были? Бенгерские, Джонатан, Да, Джонатан. Да, да, да. Насатый. Вот он писал. Молодому поколению, нет, молодому поколению надо сказать, что Яныш Кадр, это первый секретарь, по-моему, это называлось, венгерской партии, такой же лидер, но в Венгрии. Такой же лидер, но в Венгрии. То есть какие-то люди что-то делали, иногда они не знали наших каких-то перетрубаций, вот как раз во время, когда Хрущев умер, очень многие посылали на Совет Министров, например, они-то думали, что там он, это передадут, и в общем что-то передавали, но так очень мало всего передали. Нет, никто не звонил, практически никто не появлялся, это было нормально, все боялись, и поэтому еще так важно, что интеллигенция появлялась. Ну да, я к этому как раз подвожу. Это было очень важно, потому и Никита Сергеевич, например, он всегда, поскольку он, конечно, когда он уже снялся, то есть его сняли, и он был на пенсии, естественно, он не знал, как вообще к этому относиться, правильно ли он сделал, а может быть, если бы он пошел более спокойно, хотя он спокойно ходить не мог, в дистиллинизации, в чем-то другом, то этого бы не произошло и так далее, и так далее. И поэтому, когда к нему приезжали вот такие люди, как Кармен, когда к нему приехал Ксападреев, когда к нему приехал Борис Жутовский, художник, делал последние фотографии его дня рождения, которые остались сейчас очень замечательные. Напомню, что Борис Жутовский был один из тех художников, которого, значит, клял Хрущев во время посещения выставки «Сорокалетие Мосха». в «Манеже». В «Манеже» в 1922 году он говорил, что это не «Сорокалетие», это «Жопа». Он говорил, может ли вы Никите Сергеевич ему. Так что это было безумно. А был такой Лев Андреевич Арцимович, он был физик-ядерщик, он познакомился с Хрущевым, и он даже послал ему поэму Мандельштама, сказав, что вы нас освободили. Михаил Шатров был такой очень важный когда драматург писал о Ленине, он встречался, кстати, у нас на даче в переделке, но он встречался с Хрущевым, и Хрущев ему объяснял «Сорок минут», что у нас руки по локоть в крови, и почему они по локоть в крови, и так далее, и так далее. Шатров говорил, что он потом эту информацию как-то использовал в своих пьесах. Так что это было очень важно. Давайте еще заинтригуем наших слушателей, это в журнале, не будем рассказывать, совершенно потрясающая, на мой взгляд, сцена, это визит Хрущеву Владимира Высоцкого. Рассказывать не будем, но сцена... Даже Высоцкий считал, что Хрущев освободитель. Даже Высоцкий, который, между прочим, писал гневные песни про него... Ну, писал, он не писал гневные, Александр Галич писал гневные песни про него, Аня Высоцкий написал «Заберите орден Нассера, не подходят к ордену Нассер». То есть он был недоволен, как можно сказать. Нассер был руководителем Египта тогда, они с Хрущевым очень дружили, и, по-моему, в 64-м году Хрущев дал ему орден Героя Советского Союза, что, конечно, было абсолютно, честно говоря, просто невероятно. Но Хрущев был такой, вот он, если он полюбил мирового лидера, он действительно очень любил мир. И вот он, если полюбил мирового лидера, он уже был готов отдать ему все. Нассер был одним из этих людей. Но Высоцкий приехал к нему, и вы можете прочитать, у них был очень интересный обмен мнениями. Обмен мнениями, да-да-да. Нет, еще такой вопрос. Я знаю, что вы пишете книгу о Хрущеве. Или это секрет? Нет, это не секрет. Но я просто знаю, что там разные вопросы. Я хотел только на одном вопросе остановиться, если бы вы его изучали уже как политолог. Кстати, вопрос, а насколько семейственность и родственность влияет на вас, как на политолога, оценивающего деятельность Хрущева? Ну, к сожалению, очень влияет. И, например, Сергей, который тоже писал книги как человек, занимающийся политикой, историк, конечно, сейчас, когда я сама пишу биографию Хрущева и смотрю на то, что написал Сергей, это, конечно, не биография, это мемористические, это биографическо-мемористические воспоминания, то, что он пишет. Я все-таки пытаюсь как-то стараться быть объективной. Что хочу вам сказать, ужасно трудно, просто невероятно, потому что, когда я читаю или узнаю какие-то вещи про Никита Сергеевича печальные, например, его абсолютную любовь к Иосифу Виссарионовичу Сталину, его крики по поводу того, что нужно уничтожать врагов, его грубость, он мог быть невероятно грубым, отчего Вячеслав Михайлович Молотов, за что его очень-очень сильно ругал, и, в общем, ругал справедливо, он мог быть завистливым, и это все мне очень трудно, потому что я все время хочу сказать, ну вот ты сейчас сделал так хорошо, ну зачем вот сейчас все брать и портить, но сейчас я уже уехала в Америку, то есть мы с ним уехали в Америку в 59-м году, так что уже ближе к концу, слава богу, и надо сказать, что я как-то так приспособилась стараться идти по прямой линии, но вначале мне просто про него, за него было невероятно стыдно, с одной стороны иногда, а с другой стороны в общем я им очень гордилась тоже, потому что молодец, и вот он так как колобок в моем представлении, он катается от хорошего к плохому, от добра к злу, это уже банальность памятник, черно-белый памятник Эрнстон неизвестный, но он очень точный, потому что, конечно, неизвестный, как художник увидел в нем то, что мы только сейчас распознаем. Там еще было, я думаю, все-таки помимо черного и белого, было очень много серого, не в смысле серости, а в смысле нюансов между двумя полюсами, да? Абсолютно, но вот что в нем интересно, что он от этого серого, он моментально кидался в крайности, в этом смысле он, конечно, абсолютно русский, потому что вся русская история это как качание маятника от одного к другому, от одной к другому крайности. Хрущев был потрясающе русским. А вы писали что-нибудь уже, написали что-нибудь про ту проблему, которая вновь выдвинула Хрущева на первый план в последние годы, я имею в виду Крым. Да, написала. Глава называется «Крымская правда». Как название газеты. Как название газеты. Да. Ну, не спрашивать вас, что вы там написали, будем интриговать. Нет, ну, это очень все, на самом деле, это просто там, это, кстати, очень короткая, самая короткая глава в книге, именно потому, что там писать особенно нечего, это все, потому что все, что сделал, все рассказы про Хрущева и Крым, они, в общем, рассказы пропагандистские, потому что есть документы, о которых я и пишу, которые я представляю. И в документах единственное хрущевское, как бы, отношение Хрущева к Крыму, это то, что, будучи на Украине, он попросил своих помощников тогда написать записку о состоянии Крыма, о том, как Крыму трудно быть частью России и рационально было бы, но Хрущев, это... Трудно, в смысле, коммуникации. абсолютно, вот с водой проблемы мы сейчас это видим, а Маленков тогда был главой правительства, Булганин, Ворошилов и так далее, то есть там никаких подписей Хрущева ни под чем, нет, это было, тогда было точно коллективное руководство в 54-м году, и коллективное руководство это решило, поэтому, когда на Хрущев вешают всех собак за Крым, это несправедливо, пропагандистски и, в общем, контрпродуктивно. Ну, надо же, кто-то же должен быть виноват, да? Виноват стрелочник в данном конкретном случае. Давай? Виноват стрелочник в данном конкретном случае. Ну, да, ну, с другой стороны, я понимаю, что у нас такая система власти, что, чтобы не делалось в любой период, да, отвечает за это первое лицо. Ну, он не был первым лицом когда, понимаете, вот в этом вся... Ну, считается, что был. Ну, он не был, он и делал, что не был, он абсолютно, он это решит сам, это 54-й год, вспомним, глубоко коллективное руководство. Поэтому, поэтому про Крым я пишу, но это, в общем, довольно легкий, это этот миф, который легко, легко разоблачить. Читайте журнал «Дилетант», октябрьские, ноябрьские номера, где семейный архив Хрущева, не только, извините уже, Нина, не только эту рубрику, читайте другие рубрики, не только октябрьские, ноябрьские номера, читайте вообще журнал «Дилетант». Мы с вами прощаемся на неделю, а сейчас наша постоянная рубрика «Автограф истории», совместная рубрика с Институтом истории, Санкт-Петербургским институтом истории Российской Академии наук. Всего доброго, до встречи.